Привет, ребят! Сегодня я и замечательный блогер, и мой хороший друг Андрей Петров. Привет, ребят! Мы сейчас в Париже, и решили, что... Сегодня среда вечер, и мы такие красивые решили сходить. Пойдем сегодня вечером в клуб, но думаю, чем бы не записать видосик, да? Да. Ты влюблен сейчас? Ты влюблен сейчас? Да. Уже как год. Год? Счастлив? Счастлив в плане в целом мое настроение? Или просто можно быть счастливым в отношениях, можно быть счастливым в работе? Ты счастлив в отношениях? Скорее, да, чем нет. Тут однозначно не скажешь, понимаешь? Как бы вроде бы все хорошо, но кажется, что может быть лучше. И вот это всегда меня добивало во всех моих отношениях, что в поисках чего-то большего, чего-то лучшего, ты в итоге теряешь то, что есть, во-первых. Да, у меня такое было. А во-вторых, когда в этих отношениях ты находишься и думаешь постоянно, о ком-то, кто лучше. О возможности, чтобы что-то там может быть. Да, то есть о возможности. То есть даже не о ком-то, а не существует данный горизонт. И ты себе гложишь постоянно, каждый день этим. И вот у меня эта ситуация повторяется из отношения в отношения. Серьезно? Да. У меня, вот если вот с этой точки зрения посмотреть, у меня никогда не было отношений с теми, с кем у меня вот сто процентов было вот это вот совпадение. Может быть поэтому я всегда был неудовлетворен в разных моментах. И в такие моменты я всегда думал, что окей, сейчас у меня кто-то есть, я могу дышать свободно, но тем не менее буду держать глаза открыты и смотреть по сторонам. Понимаешь? Да. А в то же время, когда у меня были какие-то моменты, когда ты встречал, будучи в отношениях кого-то другого, и был момент, давай сойдемся. Вот хрен ты разорвешь свои настоящие отношения, чтобы уйти вот к тому другому, с кем возможно будет лучше, а может быть и не будет лучше. Я лично, например, боюсь терять то, что... А было лучше что? Секс. Только это. К примеру, если я сейчас говорю о ком-то конкретном, вот в том случае секс был просто замечательным. И, опять же, все было неидеально, понимаешь, не бывает такое, что все прям идеально, но вот секс был хороший. А для меня, например, секс – это двигатель торговли в этом деле, понимаешь? Для меня секс – это очень важно. А что ты будешь делать, когда в итоге, даже если ты найдешь идеального партнера, с которым секс тебя будет устраивать полностью, ты же понимаешь, что рано или поздно проблемы все равно начнутся. Это неизбежно. Знаешь, я очень надеюсь, знаешь, на что? Что в какой-то момент ты просто... Сначала мы встречаемся... Нет. Сначала мы встречаемся, страсть, секс, все новое, все такое замечательное, да? А потом ты привыкаешь, и как ты сегодня говорил сам, через восемь лет вы становитесь родными душами. Может быть, в какой-то момент вы вырастите вот в этот момент, и вот в это состояние, когда вы станете родными, понимаешь? Вот я так думаю. Тебе страшно бывает так, что ты думаешь, что... Ты боишься быть один? Тебе комфортно одному? Я всегда думал, что я человек отношений, я всегда всем говорю, я человек отношений, я без отношений не был ни месяца. Серьезно? Ни месяца своей осознанной жизни, самостоятельной жизни. То есть у меня всегда кто-то был, и для меня не было проблем найти кого-то. Я думал, что иначе не получится, потому что когда я один, вдруг такое происходило, то это сразу же депрессия, сразу же... Согласись. Всегда так было, но последние полгода, я думаю, что, может быть, вообще стоит побыть одному. Да. Просто когда случаются постоянно проблемы из отношений в отношения, и постоянно какие-то драмы личные, и ты... Ты понимаешь, что ты мог бы это вообще все даже не обсуждать? Да, да, да. Ты себе забиваешь голову, и человека напрягаешь. Знаешь, ситуация какая? Ты... Люди вообще забывают в такие моменты, что мы все свободные люди, да? И мы можем уйти в любой момент. Я не хочу тебе сейчас ничего вкладывать вот в твою голову, какие-то непонятные, дурные мысли, но вот я говорю... Я очень, как сказать... Знаешь, я сейчас один впервые в своей осознанной жизни, и один в последний год, да? Вот год был в сентябре. И знаешь, и я... Были много переживаний, было много... Ты знаешь, приобрел опыт, и сейчас ты знаешь, что я сейчас хочу, да? Сейчас я хочу быть папочкой. Знаешь, я сам принял себе решение. Я хочу быть у руля. Ты знаешь, вот в деталях все мои... Мои вот... Вот какую-то вот жизнь, и как бы сейчас... Я знаю, как это звучит. Мне плевать, как это звучит. Я тебе клянусь, да? Потому что у нас... Ну, вчера очень... У нас с тобой вообще очень... Разговоры получаются очень откровенные по душам. Сейчас я принял... Ты немного размазан. Сейчас я решил. Хочу быть папочкой. Знаешь, хочу быть так, что вот я сказал ап, и кто-то прыгнул. Потому что всю жизнь было так. Образно. Кто-то говорит ап, а я прыгаю, понимаешь? Потому что я боюсь там потерять, или я боюсь еще что-то, понимаешь? А сейчас я... Вот этот год показал мне, что я хочу перемен. И перемен я попробую совершенно новые отношения, которых у меня до этого не было. Я думаю, что это попробовать. Просто из интереса. Мне даже интересно послушать твою историю. Потому что это... Вообще все... На сайтах знакомств обычно пишут, не ищу спонсора, и не хочу им быть. Есть даже отдельный такой статус. Да, знаю такое, знаю такое. Знаешь, я пишу наоборот. Хочу быть спонсором, и меня это забудет. Ты представляешь, сколько желаешь. Знаешь, не так много. И знаешь, а даже те, которые, когда было такое, ты пишешь конкретно все свои условия, и люди, которые в статусе ищут спонсора, начинают на третьем сообщении, как его сообщении в третьем пишут, на самом деле я не ищу никакого спонсора. Это просто там ошибка в алгоритме, еще что-то. Я говорю, слушай, детка, ты сейчас просто роешь себе яму. Ты идешь не в том направлении. Я ищу то, что ты ищешь. Понимаешь? Я хочу попробовать именно это, и это должно быть не во главе угла, а это должно быть важной частью этих отношений. Если ты сейчас включаешь гордого человека и пытаешься сказать, нет, 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 я не ищу спонсора, окей, может быть, там просто не по пути. Все хотят, наверное, они думают, что не могут найти человека, который просто будет давать деньги, и все. Нет. И ничего не требует замены. Нет, такого тоже не будет. Такого, конечно, не будет. Все надо платить. Знаешь, это не цинично. Это не цинично. Это именно то, как... Это цинично. Что значит не цинично? Хорошо, скажу так. Вот человек любит, например, только... Мы вообще в фокусе? Наверное, в фокусе, да. Человек, например, любит только секс, скажем, с карликами. Вот как маленькие люди, которые не могут вырасти. Есть такой фетиш, понимаешь? И ты не можешь называть это циничным по той причине, что этот человек действительно заводит. Это то, что его тема, как бы нелепо со стороны это не смотрелось, вот это его заводит. И у меня здесь именно не в том плане, что хочу быть папочкой почему-то, а это потому, что действительно я считаю, что на данный момент это то, что я действительно хочу. Понимаешь? Да, я понимаю. Хочу посмотреть свою доминантную часть. Суждаю? Ты согласен, что это больше про какое-то партнерство? Это не отношения. Когда я говорю... Сложно назвать отношения. Когда я говорю на эту тему, да, с правильными людьми, у которых у нас действительно мы на одной волне в этом плане, и мне говорят, а слушай, знаешь, я вот слышу все, я слышу сексуальную часть, я слышу эту часть, я слышу все, но в итоге я все равно, я готов или я готова, да, но в итоге я все равно хочу, чтобы были не просто отношения, там, папочка, доченька, да, а я действительно хочу любовь. А я говорю, слушай, знаешь, да я же только за. Я не говорю, что нет, 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 у нас только будет по контракту, только так, понимаешь? Люди тоже ищут любовь. Ах, знаешь, пожалею еще потом, что выложу это видео. Почему? Да, знаешь, мне уже сейчас вообще терять нечего. Ты знаешь, я такой, я такой человек. Только кошки родятся. Только кошки родятся. В Москву пригласишь меня? Мы с тобой закажем билеты, после этого увидим. Хорошо быть в Москве? Очень. Я думаю, да. Я ничего не хочу говорить, посмотрим. Да, знаешь, когда вчера говорили про вот планы, что вот какие вот, вот такой вот на поверхности, какие планы в Москве, я это очень жду, потому что я думаю, это будет моя тема. Сейчас, знаешь, вот у меня, я вот люблю в себе сейчас все русское, знаешь, я вот, знаете, привез Андрей, пишет, говорит, вот Антон, я еду сейчас из Москвы в Париж, что тебе надо? Я говорю, привези мне одну, маленькую матрешку, все, что мне нужно. Ты понимаешь, у меня сейчас вот какая-то тема пошла на это. Окей. Это какая-то нездоровая. Нездоровая. Ну вот что за кое у меня сейчас? Может быть, в Москве как раз. Я вот и думаю об этом. Найдешь, и не просто найдешь, и увезешь обратно. Увезу обратно. А знаешь, никогда не зареклась, похищу, похищу, похищу. Похитю. Да. Как тебе Париж? Классный город. Жил бы здесь. Да, жил бы. В последний месяц? Серьезно. Знаешь, я... Сегодня ты... Сегодня мы шли по Парижу, снимали влог, да? И ты говоришь, поснимай хоть немножко себя, да? Да. Знаешь, тебя настолько любит Париж, ты настолько органично смотришься в этом городе, да? Настолько Париж тебя любит. Вот, вот вы... Знаешь, я верю во что? Когда идет пара, вот мужчина, женщина, Или там мужчина, мужчина. И ты смотришь, есть люди, у которых большой вот визуальный диссонанс, а есть люди, которые органично... смотрятся очень хорошо, как пара. Вот они очень подходят друг к другу, да? Вот это немножко твоя тема с Парижем, честно. Вот, ты как сыночка, вернувшийся домой. Не знаю, она со стороны, наверное, виднее. Да, виднее. Ты посмотришь сам на... вот на влоге, очень красиво, очень красиво. Но ритм мой. Да, я верю. А отличается от московского? Вот так вот... От ритма? Да, вот ритм, вот городской. Нет такого, что Москва... Вот первое, что я тебе сказал, Париж похож на Москву, именно по ритму. И ты тогда сказал по ритму, а не по архитектуре. Нет, нет. Сейчас ты приедешь в Москву, и ты мне скажешь, похожа ли Москва. По ритму. Знаешь, сколько бы ни говорили, что вот приезжай в Москву летом, приезжай в Москву весной. Знаешь, я человек такой, я человек помещений, да? И мне будет нормально, если переходить из одного в другое, чтобы попробовать... Просто представь, что в Париже лютая зима минус 30, и мы бы тут не походили. Сегодня мы бы много чего не увидели. То же самое в Москве, понимаешь? То есть, там достопримечательностей намного меньше, чем в Париже, но даже их мы нормально не сможем посмотреть, потому что там такая зима, что в конверсах не стоит приезжать. Я в прошлой зиму ездил в конверсах. Это было в прошлой зиму, это было? Да. Год назад. Год назад сегодня же. Как будто у нас так что-то далеко. А там же, подожди, там же виза нужна тебе. У меня же... У тебя есть виза? У меня не сделается, я знаю, быстро могу сделать. А у меня получалось так, что... И поэтому он говорил, что мне лучше поехать через Эстонию, чтобы я смог спокойно сделать визу. Знаешь, почему мы говорили билеты-билеты, мне легче, это просто через, как я говорил, поехать так. Это знаешь, как было? Мне же сначала предлагали ехать в первую волну в мейкаперов, а мне отказали в визе. И второй раз, чтобы я в январь попал, и мне получилось вот только из-за этого. Сейчас, кстати, мейкаперы второй сезон. Нет, ты серьезно? Я сам это узнал от третьих уст. Мне кто-то писал, что Антон, а ты был бы в мейкаперах 2, я типа, я приехал бы этой, как ее, судьей красивой, ну блин, участвовать, нет, мне никто же не пригласит. Но интересную тему я не знал, серьезно. И знаешь, если бы меня пригласили судьей, там, приглашенным, да, я бы попросил двухметровый такой, знаешь, трон. Нет, в Чилии, Мария Антона, это парик, я бы сидел такой звездой и я бы, ну я был бы очень добросердечным. Не верьте им. О, Боже мой. Знаешь, приехал в Москву и знаешь, какое было первое ощущение? Да, интересно. Да. Я же Москву саму не видел, я видел только вот эту студию, да, и я смотрю, господи, какие красивые люди, и парни, и девушки, там вот эта моя администратор была, вот с вот такой грудью роскошной, ты не знаю, была она у тебя или нет, болезнь, и такие волосы густые, такая красавица, такая русская, шикарная девка. И знаешь, а мне потом сказали, угомонись, в Москву едут все, особенно в этот бизнес едут все, и вот со всей периферии едут, вот, хочу в кино, да, и вот они едут, и даже потом ассистентами, все, и потом не удивительно, вот на этих студиях настолько красивые люди, да, вот даже просто ассистентами какими-то, ну я, конечно, там губу раскатал сразу, а как пройти там, ну давай я тебя проведу, ну пойдем вместе, и рядом идем, такие, я довольный-довольный, я же ведомый как щенок, мне же пальцы помани, я же побегу. Ну я думаю, тебе понравится. Как ты мне вчера писал, и понравится. Знаешь, вопросы тебе говорят, ты меня спросил сегодня, Антон, почему ты не любишь Париж, почему ты не любил Париж? Я говорю, Андрюш, потому что была дурная компания, я думаю, Москва мне понравится, именно потому, что компания будет правильная. Компания, да, много решила. И насчет цен, да, Париж, конечно, дороже Москвы, ну например, за те деньги, которые мы отдыхаем здесь, там мы будем кататься на бизнесе, и лезть по шикарнейшим ресторанам. То есть, те же цены, ну ты будешь, уровень будет даже выше, чем в Париже. Дорого Париж? Ну как, дорого-недорого, дороговато, да? Ну дороговато, ну не дешевый город, скажем так. совсем не дешевый. Дешевый. И знаешь, даже очень... ну он объективно. Объективно дорогой город. да, здесь нельзя говорить по-другому, Париж это дорогой город. И можно, конечно, знаешь, как ты говорил, приехать в Париж, там на выходные, снять дешевый хостел, и да, можно, конечно, питаться в Макдональдсе, и все это все равно. Здесь тоже есть эти уличные всякие. Да, да, действительно, можно в Париж, конечно, приехать отдохнуть, даже на маленьком бюджете. Да, мне кажется, куда угодно. Да. Люди летают, блин, знаешь, на Мальдивы. Да, и бюджетник, да. Да, за 100 долларов, и живут там на пляже. Ну так тоже можно. Только какой вот такой кайф. Да, только не нужно. Да, знаешь, я считаю, опыт вот от таких вот путешествий, он именно тем и хорош, когда что, в какие-то моменты ни в чем себе не отказываешь. Некоторые вот так и путешествуют, знаешь, снимают там какой-то хостел на сутки, на двое, и вот так вот делают целый тур. Некоторые блогеры, кстати. серьезно, да? Знают таких. Это, а здесь сарказм немножко или нет? Ну, немножко, да. Мне правильно. Знакомые. Я скажу так. Вот. Это больше, знаешь, это больше про то, поставлю галочку и сам докажу, что я был в Париже. Да. Я, знаете, не люблю такое позерство к какой-то степени. Нет, в этом просто нет искренности. Но ты не посмотришь нормально в городе, будем откровенны. Знаешь, у меня что удивляет в тебе? Твое отношение ко многим вещам в этой жизни. Знаешь, как вот после, после инцидента, который был вчера, да, и твое, я не знаю, как ты внутри, ты большой интроверт, да, но я никогда не думал, что можно сказать, ну окей, ну вот что-то я потерял, ну пусть это будет самая большая потеря. Да. Знаешь, у тебя настолько философии. И знаешь, я не могу поверить, знаешь, во что? в две вещи. Я тебе честно скажу, перед тем, как встретиться вживую, был миллион мыслей. Никогда не знаешь, как тебя можно воспринять. И когда ты ушел, насколько Тартадел был скептиком, насколько он тебя боялся, да, он интимидейт. Ты знаешь, не боялся в плане, знаешь, что вот так, да, ты доминировал вот эти вот в ситуации, он сказал, господи, насколько хороший человек. Вот действительно. И знаешь, я тебе добавлю, вот после вчерашней вот истории, не то, что после вчерашней, а в принципе, я не могу поверить, что тебе только 23. Вчера потерял 3000 евро. Вот, просто вытащили из сумки. Ну, что могу сказать? Ну, а что изменилось бы, если бы я начал тут истерику или впал бы в депрессию? Я бы впал в депрессию, честно. Не потому, ну, ну, испортил бы я себе еще и отдых в Париже. Вот ты понимаешь, вот твоя вот ситуация, как ты вот живешь по жизни, этому действительно надо учиться, потому что... Не первый, не последний заработанный день. Все, все правда, все правда. И пусть он их потратит. Пусть, да. На что-нибудь хорошее отошлет о своей семье. Там я явно что-то... Ну да, ладно, все, сейчас я же могу завестись с полоборота и начать. Слушай, родные мои, я очень рад, что встретились опять. Я знаю, что наша не последняя встреча. Ребят, замечательный человек, действительно замечательный человек. Да ипатажный, да звезда. За это никогда не стоит извиняться. Знаете, слава Богу, что в нашей жизни появляются люди, которые действительно выделяются из общей массы и это замечательно. Вот от всей души говорю, это замечательно. Поэтому любите всегда и жалуйте Андрея на моем канале. Я знаю, что у нас очень редко получаются вот такие встречи и для меня не особо цены. Знаешь, вот что вот даже на видео запечатляешь, да, вот я иногда пересматриваю наши «Собирайся со мной», да, вот на твоем канале, которая, знаешь, такие вот, знаешь, та квартира в Нилане, да, знаешь, хорошие воспоминания. Ребят, замечательный человек, мой друг Андрей Петров. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо, что пригласил на свой канал. Да, ребят, заходите на его канал, замечательные видео и действительно очень ярко, очень красочно и очень вдохновляюще. Все, родные мои, спасибо, что посмотрели, спасибо, что провели эту среду с нами. Увидимся завтра. Пока-пока. Всем пока.